Очень хорошая, я не могу говорить за Россию, Россия очень разная, и, пожалуй, главная особенность сегодняшней России в том, что в ней идут очень разные, часто противоположные процессы, и она как-то во многом разделена на группы людей, которые просто и психологически живут в разном времени, поэтому ей очень трудно говорить про Россию в целом. Если речь идет обо мне, то я с большим интересом, конечно, следил за тем, что происходило в прошлом году и продолжает происходить в Армении, я нахожу в этом проявление очень важной тенденции того, что сейчас происходит во всем мире. Я обнаружил интересную закономерность в литературе по развитию мозга, оказывается, развитие мозга, развитие нервной системы, оно движется в сторону все большей и большей автономии разных подсистем. У динозавров все управление движениями, все нервная система была очень высоко централизованной, все проходило через мозг, который был маленький, который был далеко от органов движения. То есть это все имеет значимые основы? Динозавровать довольно автономно и не зависит каждый раз от прохождения сигнала через мозг. Вот то же самое в жизни человеческих обществ, когда на каком-то этапе неизбежно была абсолютная необходимая высокая степень централизации обществ, государств. А уже в последние столетия возникают другие тенденции, когда наиболее эффективной становится децентрализация, распределение власти и выстраивание структур, от большей степени основанных на диалоге. И в этом смысле то, что произошло и происходит в Армении, находится в русле этой общей эволюционной тенденции. То есть мы начинали более автономно действовать? От кого? От России? Нет, внутренняя организация, внутренняя организация общества. Я сейчас не затрагиваю внешнеполитические моменты, которые, понятно, что в силу своей географии страна в сложном достаточно положении и коридор возможностей, может быть, не такой большой, как хотелось бы, тем не менее, все, что происходит, оно в русле этой общей линии, направленной на децентрализацию.